Волгарь в очередном туре футбольной национальной лиги сыграл в ничью с дублерами московского «Спартака». Перед поединком обе команды находились вверху турнирной таблицы. Встреча изначально обещала быть зрелищной. Что в итоге вышло, увидел Артем Лепехин. Момент на 22-й минуте первого тайма как нельзя лучше охарактеризовал весь матч в целом. К перерыву Волгарь должен был забить 2-3 мяча. Но вместо этого пропустил свои ворота. Дублер московского «Спартака» не скрывает, что хотят выиграть лигу. Тем отрадно то обстоятельство, что по игре астраханцы смотрели сильнее именитых гостей. Звуковое сопровождение забитого мяча прокатилось по стадиону ровно секунду. Это был всего лишь мираж. Повтор показал, Александр Болонин в этом эпизоде делал все правильно. Но уж слишком хорош был в этот вечер голкипер «Спартака» Михаил Филиппов. Насколько смотрятся хорошо сегодня хозяева, как считаешь, достойно они четвертое место сейчас занимают? Да, думаю, да. Хорошая очень команда. Повезло, что Волгарь не забила. Наверняка кто-то из москвичей эту фразу к середине второго тайма произнес минимум дважды. Великолепную возможность сравнять счет имели Роман Акбашев и Алексей Сутармин. Но рано или поздно это все же должно было случиться. В очередной раз в сезоне мяч «Сарханцев» на 70-й минуте вышел в режиме инкогнито. Даже многочисленные повторы не дадут четкий ответ. Сам ли забил Максим Жестоков или кто-то ему в этом помог? Ну, я там вроде задел. Ну, я не видел там, может, кого-то этот. Ну, я чуть чиркнул там было. Может, волосиком. Все опасные моменты в матче москвичи израсходуют к 74-й минуте. У волжанных будет немало. Но довести матч до такой желанной победы Волгарю не поможет и шумовая поддержка. Очень жаль, что не так много болельщиков присутствует здесь на стадионе. Потому что, на мой взгляд, во-первых, и стадион достаточно хороший, поле хорошее, и команда Волгарь симпатичная. То, что москвичей, мягко говоря, шокировал такой Волгарь, было ясно не только по выражению Евгения Бушманова. Очевидно, что «Спартак» должен быть доволен тем, что не проиграл. Волгарь провел очередной выдающийся матч, прежде всего, по технике игры. И это был тот случай, когда болельщиков потерянные очки не сильно расстроили. Артем Лепехин, Вадим Матасов, Центр новостей. На этом у нас пока все.